В принципе, ничего нет невозможного для человека с интеллектом. Это женское дело. Добрый день, меня зовут Яна Буликашкина. Сегодня я беседую с руководителем сети женских фитнес-клубов Монро Ринатой Орловой. Рината, здравствуйте. Здравствуйте. Наступила осень, и это, как правило, время возвращения из отпусков, а значит и возвращения в фитнес-клуб. Рината, расскажите, пожалуйста, нам, как правильно вернуться после летнего перерыва, чтобы заниматься с удовольствием. Действительно, в фитнесе лето считается низким сезоном. Кто-то уезжает в отпуск, кто-то проводит время больше с детьми, с семьёй, кто-то селится с мая по сентябрь, а то и дольше на дачах, но в любом случае осень — это время вернуться. Очень хочется некоторым фитнес-фанаткам, девочкам, которые занимаются давно, сказать, что не стоит делать это слишком рьяно, потому что мы помним себя весной, в мае, в июне, на пике формы, когда мы можем приседать бесконечно, стоять в планке, просто веселясь, и танцевать по две тренировки вподряд, что если был перерыв, то необходимо всё равно заново готовить суставы, мышцы. Грамотно подходить к этому вопросу. Как-то более-менее экологично, и начинать с тренировок низкой интенсивности, как-то подготовиться и постепенно войти в ритм. Для тех, кто вообще в последний раз физкультурой занимался в шестом классе, потом был у нас в обождении, потом, возможно, где-то ещё учился без неё, а потом декреты, потом ещё какие-то вещи, то есть у нас очень-очень давно была нагрузка, то здесь действительно стоит начать тоже с низкоинтенсивных тренировок и тоже максимально постепенно, а не так, что наконец-то добрались и всё. Да, то есть важно проконсультироваться, как давно была последняя физическая активность, как грамотно войти в тренировки вновь. Естественно, такая общая рекомендация – это тренировки по растяжке, суставной гимнастике, здоровой спине, то есть тренировки для подготовки мышц, чтобы всё было мягко, хорошо, с удовольствием, и после тренировки мы не чувствовали себя, как будто бы спали в работающей бетонно-мешальной машине. Да, и потом грамотно переходить к более интенсивным тренировкам. Естественно, если мы только начали заниматься, то этот период вырабатывания, он будет долгий, потому что мышцы вообще не работали. А для тех, кто занимался регулярно, то это буквально пару-тройку недель, и всё, можно возвращаться уже к более высокоинтенсивным тренировкам, потому что тело вспомнит. У нас три адреса. Это Московская, 31 район, театральная площадь, это Ленинградская, 1А на площади 20-го портье до Филейка, и недалеко от Рассвета у нас находится Монро Рассвет. Номер для записи 222-004. Пробные занятия у нас бесплатные, а для тех, кто хочет вернуться в мир фитнеса, узнавайте актуальные акции. Благодарю, Рината. Приходите, ощутите на себе все возможности фитнес-клубов Монро. С нами была Рината Орлова, руководитель сети. Всего доброго. До свидания. До свидания. Это женское дело.